МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел бы просто еще раз напомнить, думаю, что с одной стороны излишнее напоминает, потому что люди прекрасно это понимают, знают, и мы видим это на улицах нашего города и по улицам, городам всего Азербайджана. Сегодня господин президент обратился к азербайджанскому народу со словами с чувством безграничной гордости, заявляя, что город Шуша освобожден от оккупации. Ты свободна, родная Шуша, мы вернулись, родная Шуша. Я знаю, что в 90-х были и заместителем министра обороны, и непосредственно имеете отношение к тем трагическим событиям, которые развивались вокруг нашей Шуши тогда. Я хотел бы, чтобы вы вкратце об этом нам сказали. Какие чувства? Понимаете, все это время, когда шли эти бои, и раз за разом освобождались населенные пункты, а сейчас 8 ноября, исторический день освобождения города Шуши, меня не покидала мысль, что должны сейчас чувствовать те люди, которые героически в 90-х воевали там, а сейчас видят, как их, может быть, дети, может быть, внуки пишут новые истории Азербайджана и освобождают эти территории. Вам слово, Эльбус Вами. Спасибо большое. Вот с чувством огромной гордости за весь азербайджанский народ, из-за нашего верховного главнокомандующего я сегодня могу сказать, что тот камень, который был на душе у нашего народа, та страшная трагедия, которая постигла нас всех в 1992 году, 8 мая, сегодня этот камень выпал из нашей души. Мы сегодня вздохнули. Вздохнули свободно, с гордостью. Что нам всем посчастливилось дожить до этого дня. И сегодня весь азербайджанский народ, вот я ехал сюда, по городу, украсен флагами Азербайджана. Это не просто радость. Это, можно сказать, что гордость всех тех, кто ощутил это сладкое слово победа. Чувства на самом деле, Эльбрус Малем, я полностью присоединяюсь, неописуемые. Понимаете, не хочу сказать, что не верятся, но, как говорится, мы все этого ждали. Мы понимали, что все этим шаг за шагом идем к этому. Но когда это происходит, это, конечно, необычайное чувство. Эльбрус Малем, я вновь хотел бы немножко вернуться к тому поколению, которое сейчас пишет историю, великую историю Азербайджана, историю победоносную. Некоторые из этих ребят, которые там воюют, ну, я уже неоднократно это в эфире говорил, у военных иногда бывает такая фраза, что война дело молодых. И некоторые из них, может быть, родились после оккупации. Может быть, им было 2-3 года, когда эта оккупация произошла. Вот шушу, может быть, они физически и не видели, но то, какой боевой дух они демонстрируют сейчас и делают это для всех нас, для каждого из нас, это, конечно, особый случай. В чем вы видите стержень этого момента, когда ребята, которые, опять же говорю, ввиду оккупации, может, и не видели шушу, но борются за них, как никто? Вы знаете, в каждой семье, наверное, в каждой семье есть те, кто в то время, вот в самые тяжелые моменты нашей истории, в 91-м, 92-х годах, с оружием в руках, может, даже и без оружия в руках, стояли на защите вот этих наших святынь. И, естественно, в то время вот это чувство, которое мы оставляли, отступая по горам, по этим дорогам, оно в нас как бы сохранилось, и каждый из нас, тот, кто воевал в то время, старались передать, передать вот это чувство своим детям, своим сыновьям. И вот мне сегодня посчастливилось, что мой внук, первый, кто меня сегодня поздравил с освобождением шуши, был мой внук. Давидик позвонил мне и с голосом радости сказал, Баба, Мян Сянет Табича Леген. Вот это, может быть, и передается из поколения в поколение, по традиции нашего народа, по истории нашего народа, что мы никогда не смиримся с потерей нашей земли, никогда не смирились с горечью поражения. Мы жили с надеждой. И эту надежду нам давал наш верховный ландкомандующий. Все эти годы в каждой семье, вспоминая Шагидов, вспоминая тех, кто сложил голову, они воспитывали своих детей, и я воспитывал своего сына, и сын мой воспитывает своего внука, только с надеждой, что когда-то мы освободим наши земли. Мы вернемся туда, мы водрузим наше знамя на самой вершине нашей горы, как мы мечтали. Эта мечта сегодня осуществляется. А ее осуществляет кто? Наши дети, наши сыновья. Но командует этими сыновьями те ребята, которые в 92-х годах были лейтенантами, старши лейтенантами. И вот это опыт той войны, опыт, который мы накопили в те годы, мы передавали нашему поколению, и они воспитывали этих солдат на боевых учениях, в военных школах, в школах младшего командного состава. Я сегодня читаю сводку с боевых позиций, и вспоминаю моих командиров, которые токуют боевую победу. А рядом с ними находятся ребята с моей родной деревни. Несомненно, Эльбрус Майленов, надо все-таки отдать, надо четко сказать, нам удалось воспитать такое поколение, нам удалось воспитать поколение, которое не только не забывает Карабах, на что рассчитывал противник, глупый противник, просто противник, который нас не знает, он не понимает, я буду грубо звучать, но я скажу, что он не знает, с кем он связался просто. И сейчас получает за это по полной программе. Но я хочу еще одного момента коснуться. Смотрите, глупая ситуация с армянской стороны складывается, они отказываются, отказываются признавать свое отступление. Они там распространяют карты, которые, может быть, были актуальны в первые 3-4-5 дней войны после 27 сентября, но они сейчас не актуальны, они там гадрут все еще не признают. Ну, глупость, конечно. Но есть мысль, что якобы они таким образом спасают некий дух армянских военных, в них, чтобы жил. Насколько, как человек военный, я просто хочу, чтобы вы сказали, насколько это вообще может спасти ситуацию? И на что это вообще рассчитано? Вообще, есть ли шансы просто, понимаете, как военным, которые на линии фронта, просто лгать, которые, я думаю, что не хуже остальных людей в Ереване, знают, что происходит, просто им лгать, они вот говорят, якобы там шуша еще, там идут бои и так далее, да? Мы-то знаем правду. Вот с точки зрения военного, насколько это вообще спасает? И не преступление ли это в отношении самих же военных? Вот последняя мысль, которую вы сказали, это действительно преступление и огромное преступление перед народом. И вот тот, кто сегодня это преступление совершает, он совершил это преступление еще тогда, когда взял оружие и решил захватить наши земли. Вы знаете, как человек, который долго был на войне и который знает, что такое горечь поражения, я вам хочу сказать, что обмануть солдата невозможно на войне. И сегодня, можете быть уверены, что дух тот, который мы называем дух солдата на войне, он сломлен. С армянской стороны, однозначно. С армянской стороны, однозначно. Вы знаете, однозначно я вам хочу сказать, что один пример привести. Вот как бы мы не хотели, как бы мы не хотели, вот чтобы армяне вот успокаивали свой народ, но на войне воюет солдат, на войне воюет офицер. И вот когда мы говорим, что что такое дух, дух у солдата появляется из веры в командиров. Вера в то, что он делает справедливое дело. Но сегодня каждый армянский солдат, который сегодня вывезен и посажен в окоп, он понимает, что он воюет не за правое дело. И естественно, никто не хочет умирать. Не на своей земле. Это земля наша. И вот когда я читаю сводку и советую с этими нашими командирами, когда мы обсуждаем моральное состояние, я вижу, как бросают технику. Технику экипаж бросает тогда, когда он не уверен ни в чем. Вот обратите внимание, сколько захвачено трофеев. И эти трофеи сегодня танки, БМП перекрашиваются в цвет армии Азербайджана. Садится экипаж наш, и этот экипаж этим же оружием уничтожает этих армян, захватчиков. Вы знаете, что такое экипаж покинул танк? Он не верит в свое оружие. Он не верит уже ни в командира. То есть обычно мы видим, если из хроники даже посмотреть о том, что по какой-то дороге или какому-то фронту идет танк, за ним прикрывает пехоту, и она идет. А тут сам танковый экипаж, танк, по которому даже, ну мы видели, не нанесен удар непосредственно, да, ни из Птура или ничего, там вообще удара никакого нет по танку. Он вроде как невредимый, а экипажа нет, взял и ушел. То есть на самом деле фатальная ситуация. Вот под Джабраилом были кадры такие. Вы понимаете, идут два танка азербайджанские, наступают. Значит, пехота лежит вся в окопах. Это подразделение 22-го бригады специального назначения. То есть люди обученные, лежат в окопах, готовы к отражению контрнаступления. Но один выстрел танка, и они бросают оружие и бегут. Это войска специального назначения. Армянские, давайте уточним. Армянские, под Джабраилом. Вот эти наши два танка, два танка, и гонят перед собой эту пехоту. И вдруг появляется, значит, картина, где брошены армянские танки. И наши танки мимо них проходят, и видят, что они, эти танки, боятся наших танков. Танкисты не верят в свое оружие. И вот когда мы говорим, что такое моральный дух, он моральный дух. Давно сломлен под Джабраилом при прорыве самого укрепленного переднего края, который армяне называли неприступной крепостью. Я очень извиняюсь, наверное, многие детали той боевой операции, всей этой контрнаступательной кампании, операции, мы еще после войны будем разбирать. Сейчас мы в детали, конечно же, входить по понятным причинам не можем, но то, что вы рассказываете по Джабраилу, мы все прекрасно знаем, что там оплеуху армянская сторона получила, ой, какую, и бежала даже дальше Гадрута, пока более-менее в себя пришла, и сейчас мы их гоним дальше. Это очевидный момент, но я задам вам такой вопрос. Ответ вроде как на него очевиден, но мне нужен ответ, как бы, понимаете, человека военного непосредственно. Смотрите, вопрос простой. Чем эта война отличается от той войны 90-х? Есть очевидные вещи, которые, например, я знаю, я скажу. Страна не та, народ уже не тот, армия уже совсем другая, она, понимаете, она в масштабе совсем другая. И главное, самое главное, руководство, главнокомандующий совсем другое. Вот это то, что я вижу. Но то, что вы видите, чем эта война сегодня отличается от войны 90-х? Конечно, знаете, вот все, что вы говорите, это с годами все у нас появилось. У нас появился верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий, когда есть в стране, есть президент, и он знает цель и задачи, он готовит свой народ, он готовит свою армию. Но представьте себе в 91-м, 92-м году, когда у нас был хаос. У нас не было не только президента, у нас даже исполняющий обязанности президента был человек со стороны. Этот человек со стороны на должность министра обороны привел математика, преподавателя у института. Кто может сказать, что министр обороны во время войны, преподаватель математики, мог бы организовать, хотя бы создать силы самообороны? Вы понимаете, народ у нас тот же самый. И если сегодня мы говорим о победоносности нашей армии, то это ребята воспитывались у тех отцов, которые были же. Зачем же мы будем сегодня говорить, что народ не тот? Нет, я имею ввиду, народ воспрял, понимаете, как совсем другую атмосферу. Давайте говорить о нашем народе. Наш азербайджанский народ, он героический народ. Несомненно, несомненно. Вы представляете, что сегодня, когда гордость нашего народа переполняется взятем шуши, давайте отдадим дань уважения тем, кто в 92-м, 91-м, 92-м году... В тех тяжелейших условиях, несомненно. Тяжелейших условиях. И вы знаете, сегодня сейчас открываются все уже карты. Если нас все время за 28 лет, тех защитников города Шуши, называли, что отдали неприступную крепость, что мы без боя отдали алмаз, галаны, вы знаете, мне начинает становиться стыдно. Стыдно и больно. И слезы меня... Я понимаю ваши чувства, Эльбрус Мяленов. У нас сегодня праздник. Несомненно, та тема, которую вы коснулись, мы о ней, конечно же, еще поговорим. Мы говорим о нашем народе. Этот народ желал видеть во главе себя того человека, которого мы называем общенациональный лидер. Улы Эндармис, когда пришел в 93-м году, вы знаете его обращение к народу в ноябре 94-го года? Я тогда сидел в окопе. Мы тогда в тяжелейшие моменты отступали. Без хлеба, без обуви, без оружия. Но вдруг обращение в Верховный Ланг командующего. Вы знаете, какой дух селился в наш азербайджанский народ? Дух веры. Веру в победу. Веру в справедливость. И эта справедливость, она сегодня восторжествовала. Но в ноябре 90-х годов лет. Я просто добавлю, что в том, что сейчас происходит, есть однозначно какая-то, не побоюсь сказать, божья справедливость. То есть, если справедливость есть, она именно так должна выглядеть. Картина должна именно быть такой. Эльбрус Мяленов, опять же, просто мне режиссер периодически говорит, что у нас эфирное время не так много. Я хотел бы одного момента касаться. Опять же, вы военный человек. Картина-то в зоне боевых действий, в театре военных действий, она для нас была очевидна уже и 27 сентября. Мы понимали, что так будет. Мы неоднократно их предупреждали. И военное вредомство, и на уровне руководства страны. И парады это показывают, что уровень азербайджанской армии совсем другой. Армянская армия не сможет сопротивляться, не сможет что-то показать, что-то противопоставить этому. Вот сейчас, как вы думаете, армянские военные, они вот могут доносить правду о том, что они-то понимают там, они, может быть, кто-то в Ереване не понимает, но военные на линии фронта, они прекрасно понимают, что за картина складывать. Они могут, вот, скажем, армянскому руководству, ну, назвать его верховным главнокомандующим армянским, ну, какое-то недоразумение, по большому счету, да? Они могут доносить эту правду? Их слушают, не слушают, готовы прислушаться к ним? Вообще, как вот эта взаимосвязь там есть или нет? Какие у вас ощущения? Ну, времена высоких технологий. У каждого солдата в кармане есть телефон. Каждый офицер имеет свои планшеты. И вы как можно скрыть истину от того, что азербайджанская армия сегодня воюет оружием 21 века? Ну, как можно скрыть от обывателя в Армении, сидящего в Ереване, о том, что сегодня вооруженная сила Азербайджана применяет высокую технологию и демонстрирует то оружие, которое мы называем современнейшим оружием 21 века? Это беспилотные летательные аппараты, это лазерные наведения, снаряды наведения, это сегодня радиоэлектронная борьба. Но скрыть практически невозможно, правду нельзя скрывать. Если они верили своим сказкам, что у них столько-то танков, сколько у них С-300 есть, у них есть самолеты, у них есть, ну все. И вдруг они по картинке видят, как они уничтожаются. А уничтожают их кто? Операторы азербайджанские солдаты. Те офицеры, которые имеют высшее образование, и они получили это в лучших академиях НАТО, в турецкой академии получили. Они учились за границей, учились современному виду боя. Театр военных действий тот же самый. Эльбрус, если вы позволите, эта тема действительно очень важная, и мы с ним хотим вернуться. Я просто у режиссера спрошу, сейчас у нас должно быть прямое подключение. Готов ли наш корреспондент к прямому подключению? Сейчас мне режиссер что-нибудь скажет по этому поводу. Да, сейчас подключается у нас, сейчас мы узнаем. Сейчас Фарида Ашралова, она к нам присоединяется. Фарида, здравствуйте, как вы нас слышите? Так, великолепно выглядите, Фарида, великолепно выглядит флаг у вас, великолепно все. Передайте нам, вот скажем, ту атмосферу. Я вижу, что вот машина себе со флагами. Какая атмосфера в городе? Рассказывайте. Люди просто рады, потому что мы ждали два дня все жители страны, не только нашей столицы города Баку. Мы все радуемся, что жемчужина карабанского франства, шуша, которая так знаменита своими композиторами, поэтами, издевами, это же наша родина. Мы все эти дни ожидали, представляете, даже если бы просто учесть тот факт, что изи Инга Чебеков, тот, кому принадлежит, тот именно этот композиторам азербайджанский вид народом из шуши, и освобождение шуши. Это реально, это радость для всего народа, для всей нации, для каждого азербайджан. Нет зависимости от того, проживает ли он в Азербайджане или нет. Люди просто, вот просто посмотрите, они приезжают на машинах, все принимают стрельбанки, а в этой атмосфере... Абсолютно, абсолютно. Я не передаваю им вопрос. Мы полностью разделяем ваши чувства, мы прекрасно это понимаем, мы тоже в этом городе это видим. Огромное вам спасибо, Фарида, мы еще будем к вам присоединяться. Удачи, спасибо. Эль Брусмайлом, ну весь город, весь Азербайджан ликуют. И, кстати, к этому моменту я еще с вами хочу обсудить отдельно по поводу шуши. Вот смотрите, то, что вы перечислили, вы предвосхитили один из моих вопросов. Очень много военных экспертов, как из Азербайджана, так и за пределами. Я бы даже сказал, что не меньше за пределами Азербайджана говорят, что эта война, это война нового поколения. Война, которой раньше такой войны еще не было. В такой географии, с таким применением, то есть мы говорили и с экспортами из России, с Украины, и с других стран. Все говорят, это война нового поколения. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вы сказали о дронах, о лазерном наведении, все это очень важно. Но, наверное, не менее важно тот состав военнослужащих, офицерский состав, который все это может реализовать на театре военных действий. Вот давайте исходим из того, что я, как генерал, я закончил три военных училища. Я закончил Свердловское высшее Суворовское военное училище, Челябинское высшее танково-командное училище и Академию бронетанковых войск имени Малиновского в Москве. Все эти военные училища, все академии базировались на истории Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Естественно, все книги были написаны, вся тактика, стратегия была посвящена изучению истории Второй мировой войны. После Второй мировой войны, где могли обучаться современнейшим наукам? Наукам, будем говорить, стратегии, тактики современнейшей войны. Когда меняется оружие? А если меняется оружие, меняется все. Философия войны меняется, по сути. Значит, вся война исходит из того, каким оружием кто владеет. И если, допустим, сегодня мы говорим о воспитании или подготовке офицеров, то эти офицеры, офицеры, в 90-м году с приходом к власти Верховного главнокомандующего, нашего общего национального лидера, мы стали отправлять своих офицеров за границу, в первую очередь в Турцию. То есть, в Турции существовали уже высшие учебные заведения, изучающие современные методы, способы ведения войны. Эти способы исходились в том, что технология, вооружение, которое имеется в странах НАТО, естественно, они на голову были выше технологии и оружия, которое было в Советском Союзе. Мы по ходу ведения войны в Карабахе изучали это оружие. И вот на сегодняшний день, когда мы говорим, кто управляет этими современнейшими оружием, управляют те лейтенанты, старшие лейтенанты или курсанты, которые обучались в 90-х годах. То есть, фундамент был заложен в 90-х. И, по сути, воюем по стандартам НАТО, то, что применимо там. Мне просто режиссер говорит, что буквально несколько, две минуты у нас остается. Я заключительный вопрос хотел бы вновь вернуться к Шуше. Вы видите, какие эмоции людей, эмоции переполняет. Вот это, как вы считаете, это связано с тем, что Шуша это чисто вот такой стратегический пункт, после которого война, по сути, предрешена полностью. Или же это связано только с тем вот духовным составляющим, истории, с культурой нашей связанной с Шушей. Вот такая реакция людей, она с чем именно связана? Вот именно вот сказали, что с нашей историей. История. Когда мы говорим, что Шуша неприступная крепость, сегодня азербайджанская армия доказала, что нет такой крепости, которую взять невозможно, невозможно. И вот этот исторический факт, что мы сегодня водрузили знамя Шуше, она дает нам уверенность, что в этой войне мы непобедимы. Вот именно сегодняшняя победа, это залог всей победы, освобождения нашей оккупированной территории. В культурном аспекте, в военном аспекте Шуша – это сердце Азербайджана. Это наша гордость историческая. И мы эту гордость сегодня вернули себе. А если мы эту гордость вернули, мы уже никогда ее не выпустим из рук. От Шуши мы будем отталкиваться и побеждать все больше и больше, пока последний враг на этой земле будет с оружием противостоять нам. Мы выгоним этого захватчика, мы восстановим нашу территориальную целостность, мы выполним приказ Верховного главнокомандующего. Несомненно, несомненно. Мы восстановим территориальную целостность нашего родного Азербайджана. И Шуша будет той точкой, которая вдохновит еще раз наших солдат на героическую победу. Несомненно. Мы не на секунду с 27 сентября, будь то раньше, мы не на секунду в этом не сомневались. Эльбрус Майан, огромное вам спасибо, что нашли время, пришли в наш эфир и ответили на наши вопросы. Спасибо, Эльбрус Майан. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Новых побед нам всем. Не сомненно. А они будут обязательно. Обязательно. Я напоминаю, в эфире телеканала СБС был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Саран Амзаев. Гостем специального выпуска был Эльбрус Оруджев, генерал-майор, участник Первой Карабахской войны. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»